Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. 60 тысяч долларов прямо в руки, как зарабатывают борцы с коррупцией внутри таможенной системы. Под депутатским дулом народный избранник обстрелял работников Горгаза. В погоне за мажором. Чем закончились ночные гонки полицейских за сыном местного бизнесмена? Ход конем, как запрещенный Яндекс, снова стал доступен украинцам. Взятки по расписанию. Военная прокуратура задержала начальника отдела межрегиональной таможни Государственной фискальной службы во Львовской области. Он организовал схему поборов со своих подчиненных. Ежемесячно они должны были приносить ему оговоренные суммы. Факты получения денег правоохранители фиксировали с февраля. Накануне подозреваемого задержали прямо во время получения очередной взятки 60 с половиной тысяч долларов и 10 тысяч гривен. Как сообщил на своей странице в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко, должность, которую занимал задержанный, была создана специально фискальной службой для борьбы с коррупционерами на таможне. Теперь таможнику инкриминирует неправомерное получение выгоды. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Похоже, правоохранители всерьез взялись за коррупцию среди фискалов. На минувшей неделе они провели самую массовую спецоперацию за последние несколько месяцев. Задержали 23 бывших топ налоговика времен Януковича. Их подозревают в создании теневых схем и отмывании денег. Ущерб государству по подсчетам ГПУ почти 100 миллиардов гривен. Силовики провели более 400 обысков в 15 областях Украины. В столицу задержанных доставляли на вертолетах под усиленной охраной. Но в СИЗО отправились не все. Часть бывших налоговиков вышла под залог, либо под личные обязательства. В военной прокуратуре говорят, что это далеко не все. В схемах замешаны и 4 действующих народных депутата. Но фамилии пока не называют. И еще один действующий народный избранник в Днепропетровской области открыл огонь по работникам Горгаза. Ранена женщина. Почему стрелял депутат и понесет ли он наказание? Разбиралась Елена Миндалек. Все произошло в одном из дачных кооперативов Куриловки. Там сотрудники Днепропетровск-Газа проводили ремонтные работы. Закончив, начали обход. По инструкции, перед подачей газа должны проверить исправность оборудования. Хозяин одного из дачных домов пускать к себе газовщиков отказался. А затем и вовсе открыл по ним огонь. Он начал стрелять. Стрелять в трактор. А там возле трактора стояли люди. Я говорю, что вы делаете? Там же люди. Он разворачивается. Ну, сколько там раз, я не знаю. Ну, во всяком случае, больше трех винстрельных. Разворачивается и говорит, что в следующий раз я возьму настоящее оружие. И стреляет в мою сторону. Мужчина прострелил женщине ногу. Пуля повредила кривеносные сосуды. Пострадавшая в больнице. По счастью, угрожающего для жизни нет. Калибр был небольшой, поэтому восстанавливается ей приблизительно 7-14 дней. Как оказалось, в газовщиков из пистолета под патрон Флабера стрелял Дмитрий Пучкин, депутат Каменского городского совета. По телефону рассказал, на сотрудниках Днепропетровск-Газа не было спецодежды, поэтому принял их за хулиганов. Но заявляет, стрелял исключительно в воздух. Сотрудники полиции изъяли пистолет. Начато расследование. Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное нанесение легких телесных повреждений. За стрельбу по сотрудникам газовой службы депутат может получить год тюрьмы. Анна Каменева, Елена Миндалюк, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Начиная погоня за мажором в Луцке, 8 экипажей полиции преследовали иномарку водителя, который нарушил правила и пытался скрыться. По улицам он гонял со скоростью около 150 км в час. Повредил служебные приусы и зацепил внедорожник. Об этом пишут очевидцы в соцсетях. Остановили его на выезде из города. Как оказалось, это 28-летний Андрей Бутовец, сын луцкого бизнесмена и бывшего сотрудника силовика, сотрудника военной разведки. Ранее молодого человека уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии. В авто, по словам очевидцев, опять же, находились еще двое пассажиров. И внешне было заметно, что парни либо под действием наркотиков, либо алкоголя. Но позднее адвокат Бутовца выложил в интернет фото медицинского заключения, согласно которому его подзащитный был тресв. Однако ему придется нести ответственность за повреждение машин полицейских и неповиновение патрульным. Вот как сам водитель объяснил причины своего поведения. Я за нею встал, я весь переляк, развертался заднюю, дав, две машины за мной начали знать. Не знаю. И что не зупинялся? Два месяца в СИЗО без права на залог. Такую меру пресечения избрал Печерский райсуд Киева начальнику Абуховского райотдела нацполиции Денису Ярославскому. Его с двумя подельниками подозревают в организации похищения Владимира Крупчака. Это владелец Абуховского картонного комбината, бывший гражданин России и экс-депутат Государственной Думы. Украинский паспорт Крупчак получил в 2007 году, а в Украину переехал более 15 лет назад. Напомню, накануне сотрудники прокуратуры Киевской области и СБУ задержали банду, которая должна была выкрасть Крупчака и вывезти его в Россию за крупное вознаграждение. Заказал похищение бывший партнер бизнесмена. Ему Крупчак якобы задолжал 17 миллионов долларов. Злоумышленников взяли на горячем во время получения аванса 100 тысяч долларов, если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы. Двоих сотрудников погранслужбы Украины с арсеналом оружия задержала полиция в Харькове на центральном автовокзале. Пограничники ехали из зоны АТО домой транзитом через Харьков. В сумках у них нашли гранаты, помповые ружья, патроны, ножи. Задержанные родом из Хмельницкой и Одесской областей, в Госпогранслужбе Украины объяснили, что это их бывшие сотрудники. Трагически закончились эти сутки в зоне АТО. Погибли двое украинских военных, шестеро были ранены, пострадали и мирные жители. В Красногоровке мины взорвались во дворе местной школы и на улицах города пострадала женщина. В Маринке осколочные ранения получили двое гражданских. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Мины упали возле моего соседа и упали, чтобы все напротив. Маринка, улица Прокофьева, бывшая Ленина. Вражеские мины начали падать средь бела дня. Под огонь боевиков попали несколько дворов. Это уже второй раз, полчетвертого где-то. Вон дырки, вот дырки. Вот так оно все стояло. Бак пробитый тоже все. Как говорится, мелочь. А вот жители этого двора спасла любовь к посиделкам на свежем воздухе. Компания обедала на улице, когда пробив крышу, вражеская мина взорвалась прямо внутри дома. Вот здесь, как ударило, и все. Летело все. А мы сидели вот так вот. Ну как, сидели, покушали, ну на воду. Увы, на этот раз не обошлось без пострадавших. Шрапнелью ранило несколько мирных жителей. Был произведен обстрел со стороны временно оккупированной территории. Прилетело 382-е мины. Пострадал мужчина с 46-го года рождения и девушка с 97-го года рождения. Обоих раненых доставили в больницу, оказали помощь и отпустили по домам. Помощь оказана в объеме первичной хирургической обработки огнестрельных ран. Там было два случая. Локтевого сустава с наличием инородного тела и левой голени у девочки. Без наличия инородного тела, поверхностная рана покасательная прошла. В общем, все амбулаторно лечатся. Всех все хорошо. О девушке известно, что она приехала в Маринку из Донецка. Всего на один день навестить родственников. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. В оккупированный Донбасс пришла гуманитарная помощь из Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины на своей странице в Фейсбуке. Через контрольный пункт Новотроицкое проследовали 30 грузовиков. Везли они 600 тонн гуманитарного груза. Передало его посольство Швейцарии. Прокуратура Одессы выясняет, куда делись бюджетные средства, выделенные для строительства очистительной системы на дне Черного моря. Речь идет о проекте глубоководный выпуск. Работы за государственный счет еще 6 лет назад проводила коммерческая структура. Трубы по дну проложили, но сам объект в эксплуатацию так и не ввели. Чтобы все прояснить, правоохранители назначили целый ряд экспертиз. Они задействовали даже водолазов. И вот выяснилось, стоимость и оборудование, и услуг компании была явно завышена. По данным прокуратуры, мошенники присвоили себе свыше 200 миллионов гривен. И еще 320 они умудрились отсудить у государства. Якобы им не доплатили за ряд работ. Правда, деньги эти бизнесмены так и не получили. На днях в Одессе прошли обыски. Подозрения предъявили 11 предпринимателям и бывшим чиновникам. И вот теперь им грозит до 12 лет тюрьмы. Фактически такие стратегичные объекты, как глубоководный выпуск, не может даже сейчас зафункционировать. Хотя державные службовцы засвечивали, что такие объекты готовы для эксплуатации. Уволить нынешних чиновников, руководителей силовых структур Одесской области требуют в оппозиционном блоке, поскольку правоохранители не смогли обеспечить безопасность форума «Женщины за мир». Напомню, вчера радикалы совершили нападение на нардепа Наталью Королевскую и других участниц этого съезда. Сопредседатель партии Юрий Бойко считает, что эта атака подтверждает сворачивание демократии в нашей стране, поэтому оппозиционеры обращаются к руководству Европейского Союза с просьбой, цитирую, вынести обсуждение проблемы демократии и соблюдение прав оппозиции в качестве отдельного вопроса на предстоящем саммите Украины-ЕС, а председательством ООН и Евросоюза в Киеве обеспечить мониторинг демократических процессов в нашей стране. В свою очередь, участницы движения «Женщины за мир» уже обратились в полицию с заявлением найти и наказать виновных. Все подробности этого инцидента в нашем материале. Сорвать съезд женщин Юга Украины в Одессе пытались несколько раз. И акцию возле гостиницы устроили, и даже о минировании здания заявили. Именно когда полицейские всех попросили выйти на улицу, и произошло нападение на нардепа и участников форума. Правоохранителей по странному стечению обстоятельств рядом не оказалось. Возле входа в гостиницу было несколько мужчин. Один в футболке Автомайдана, остальные в камуфляже. Один из них и облил людей зеленкой. Молодчики сразу попытались уйти. Один из так называемых активистов замешкался и попал под раздачу. Вот женщины решили сами расправиться. Пострадали несколько делегатов съезда, но больше всех досталось нардепу Наталье Королевской. На протяжении всего времени прохождения съезда происходили провокации. Для меня было, конечно, неожиданностью, когда подлая, трусливая провокация. Когда женщинам в лицо льют зеленку. Я считаю, что такие методы, ни общественной, ни политической борьбы, они, конечно, недопустимы. Нардеп обратилась в больницу. Пациентка отримала химический опеку роговки конъюнктивы среднего ступня левого ока. Внаследование попадания в очи диамонтовой зелени. Таким образом, этот стан потребует ликования. Скажется на снижение зора левого ока. А участницы платформы «Женщины за мир» в Одессе сегодня пришли в полицию. Мы пришли подать заявление в милицию, полицию о том, что произошло вчера. Будем требовать наказания, расследования того, что вчера происходило, и в обязательном порядке, чтобы это было пресечено и наказано. Сегодня беспредел гуляет по стране. В оппозиционном блоке требуют не только открыть уголовное производство, но и в кратчайшие сроки установить виновных и публично отчитаться о расследовании. С таким заявлением выступил сопредседатель партии Юрий Бойко. Также, по его мнению, цитирую, агрессия против мирных общественных организаций, свидетельство давления партии войны и радикалов на гражданское общество. Конец цитаты. Ольга Иванченко, Юрий Красновский, подробности, телеканал Интер. В Украине царит атмосфера безнаказанности. Так считает глава международной организации Transparency International. Как заявил Хосе Угас в интервью издания «Украинская правда», цитирую, «Мы не видим важных и громких расследований в отношении чиновников высокого ранга и влиятельных людей, причастных к коррупции. Кроме двух персон, которые были арестованы и освобождены под залог в течение последних недель». В Одесской области массовые протесты, недовольство людей вызвали последние медицинские новшества. Что именно заставило жителей перекрыть дороги и как власти объясняют эти тонкости медицинской реформы? Узнаем от Андрея Анастасова. Белгороднестровский район, две базовые районные больницы, городская и центральная. Их функции во многом дублировались, чиновники решили все упорядочить. В рамках реформы, начиная с июля, специализированную медпомощь, например, в области кардиологии, неврологии, будет оказывать горбольница. Центральной оставят функции профосмотров и лечения легких заболеваний, простуд, аллергий, нетяжелых травм. При этом все филиалы ЦРБ чиновники попросту закрывают. Так в селе Шаба исчезнут инфекционное, акушерско-гинекологическое и травматологическое отделения. Нас всех отправят лечиться вот туда, в город, где они пытаются в свои отделения всунуть 30 коек, 40 коек, при наличии того, что там еле 20 можно уместить. Инфекционное отделение будет одно на весь район, это 60 тысяч человек, вот в этом строении при горбольнице. При том, что даже сами врачи признают, оснащение в том же Шабском подразделении лучше, но его все же закроют. Так сэкономят на оплате коммунальных услуг и зарплате персоналу. Действительно, наше отделение является боксированным и хорошим отделением. Здесь вопрос второй поднимается. Его содержание будет обходиться намного больше, нежели его сконцентрировать на одном месте. Селяне считают, таким образом власти пытаются сэкономить на их здоровье. Требуют сохранить больничное отделение. Писали письма и обращения, но безуспешно. В знак протеста перекрыли автодорогу между Белгороднестровским и Одессой. У нас делают примерно, будем образно говорить, с трех больниц одну. И говорят, что это реорганизация. Какое-то это сокращение. Чем нарушается закон? За что мы стояли на Майдане? Чтобы сейчас наши ветераны и дети умирали. Огромный район. Куда всех людей с округи, с района свозить? За час, пока продолжалась акция, на дороге выросли километровые пробки. То и дело, вспыхивали конфликты между участниками и водителями. Некоторые машины буквально начали давить людей. Вмешалась полиция. Дети, я маленьких детей. Я маленьких детей. К людям никто из чиновников так и не приехал. Сами митингующие говорят, их акция предупредительная. Дают властям 2-3 недели на поиске компромиссного решения. Иначе будут перекрывать дорогу уже в соседней курортной затоке, где движение транспорта еще более оживленное. Подробности за комментарием обратились в областной департамент здравоохранения. Но там от интервью отказались. У начальника не оказалось свободного времени. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Без света могут остаться жители горишних плавней. Несмотря на то, что платят за него исправно. Причина долги государства по компенсации субсидий перед поставщиками электричества. А именно перед Полтава Облэнерго. Те уже попытались отключить три негазифицированных дома. Но жители, а это тысячи человек, взбунтовались. Цена вопроса полтора миллиона гривен. Решить проблему и не допустить дальнейших отключений пообещал нардеп Сергей Каплев. В плане еще 15 домов, чтобы мы понимали, на отключение. Денег на покрытие задолженностей со стороны бюджета перед управлением не платят три месяца. И платить в ближайшее время не собираются, точнее не собираются. Мы остановим как минимум эти отключения. Это первое. И решим вопрос с тем, чтобы возобновить погашение задолженностей по субсидиям. В 10 сел Харьковской области общественным транспортом больше не доехать. С апреля автобусные маршруты попросту отменили. И дело не в дороговизне. В чем причина и как люди собственно добираются, теперь расскажет нам Светлана Шакера. Эта остановка в Подвысоком зарастает травой. Жителям села приходить сюда больше незачем. Автобусные рейсы на Харьков вот уже два месяца как отменены. А все из-за огромных ям на дорогах. Весной едва не перевернулся рейсовый автобус. Он там когда-то завис среди дороги, так страшно было. По горе, как и завис, и ни сюда, ни туда. Так они и отказались, и сказали, мы сюда ездить не будем. Легковые машины, молоковозы и сельхозтехника объезжают по обочине. Кому надо в областной центр, едут на попутках или идут пешком 6 километров до трассы. Дальше ловят проходящий автобус. Вместо двух часов путь в Харьков теперь занимает почти 5. Катастрофа, что называется? До Мирного, до Поворотки 12 километров. Вывозим на машинах, а дальше автобус идет сбороводить на Харьков. Сейчас мы так, если бы поехали в Харьков, мы можем аж на другой день приехать. Моя дочка поехала больно. И если школьный автобус еще курсирует по ямам между соседними селами, то медсестра в фельдшерско-акушерский пункт Подвысокова доезжает уже не каждый день. Такая же ситуация в соседних Куньям, Чистоводовке и Десятке Хуторов. В сельской казне деньги есть, говорит голова Подвысокова. Но отремонтировать дорогу самостоятельно селяне не имеют права. Только на условиях совместного финансирования со службой автодорог. Мы на сессии с депутатами сельскими рассматривали все вопросы и выделили, заложили деньги в бюджет, чтобы на співфинансирование. 400 тысяч гривен выделили на ремонт дороги. А другого значения? Регионального значения. Потому что нам нельзя самим, потому что у нас же нет техники. В службе автомобильных дорог обещали потерпеть осталось немного. Я думаю, что до липня месяца мы там наведем порядок. Там надзвичайно зруйнована дорога, там зруйнована основа. Но техники, которая, как обещали в облавтодоре, еще 1 июня должна была выйти на дороги и начать ремонт, ни селяне, ни съемочная группа подробностей пока так и не увидели. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. На Закарпатье изоблачили банду, которая занималась производством и распространением суррогатного алкоголя. Правоохранители нашли цех, где производили этот фальсификат. Обнаружили там около 100 литров спирта, красители, канистры. Изъяли 400 бутылок поддельного коньяка и 100 бутылок водки. Ненастоящие, естественно. В прокуратуре подозревают, что суррогат продавали небольшими партиями. Кому и где их реализовывали, сейчас выясняют. А столичные рынки в эти дни активно инспектируют рыбоохранный патруль. Проверяют, есть ли документы на реализацию сома, судака, леща и окуня. У этих рыб сейчас период нереста. И до 10 июня нельзя вылавливать свыше 3 килограммов. Большие объемы на прилавках вызывают подозрения в браконьерстве. В Киеве прошли соревнования среди силовиков на кубок президента Украины. Часть участников прибыли на турнир прямо из частей воюющих на Донбассе. Все видел Олег Решетняк. Турнир по рукопашному бою на кубок президента Украины стал уже традиционным. С 2011 года в нем участвуют представители всех силовых ведомств страны. Главные организаторы, государственная служба охраны и Министерство молодежи и спорта. В турнире приняли участие бойцы из ГСО, Министерства обороны, МВД, МЧС, Государственной фискальной службы, НАБУ, Главного управления разведки Украины и пограничники. Участники турнира не первый год занимаются боевыми искусствами. Некоторые приехали на соревнования прямо с фронта. Практически все прошли АТО. Некоторые были АТО званы, сейчас выступают, особенно десантники наши. Им дадут два дня выспаться и опять они поедут на передовую. Очень сильные спортсмены, чемпионы света, чемпионы Европы, заслуженные мастерами спорта, мастерами спорта, международного класса. Но уровень очень высокий. И перед этим турниром все ведомства провели чемпионаты в ведомствах. И выбрана очень мощная команда. Вне ринга они друзья, но на татаме противники. Победить хочет каждый. Все, все, я иду. Подобные соревнования среди силовиков планируют проводить и дальше. Победитель не только навсегда впишет свое имя в историю турнира, но и получит преференции при приеме на работу. Олег Крешетняк, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Популярные сервисы российского Яндекса. Яндекс.Карты, Яндекс.Такси и Яндекс.Пробки снова доступны в Украине вопреки президентскому указу. Это произошло после того, как ресурс применил антиблокировочные меры. По словам главы интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, вины провайдеров в этом нет. Приложение Яндекс, цитирую, просто переехали на другое облако. И сейчас операторам нужно постоянно мониторить ситуацию и блокировать его IP-адрес. Но Яндекс, считает эксперт, с легкостью может его менять. Заблокировать ресурс на 100% невозможно. Поэтому в интернет-ассоциации призывают правоохранителей не наказывать провайдеров, поскольку они все предписания выполнили. Напомню, после указа президента о запрете российских сайтов, Яндекс официально подтвердил, что закрывает свои представительства в Украине. А в Европе борются с ксенофобскими и экстремистскими публикациями в социальных сетях, но практически безуспешно. Почему не справляются и какие штрафы грозят европейским компаниям? Подробнее Татьяна Лагунова. Не справляются социальные сети, не успевают удалять комментарии и посты, разжигающие ненависть. К такому выводу пришли эксперты Еврокомиссии, которые проанализировали контроль за публикациями в европейском сегменте интернета. В специальном докладе организации говорится, в среднем соцсети блокируют только 6 из 10 подобных материалов. Ксенофобские, исламофобские и прочие разжигающие ненависть публикации должны быть удалены. Об этом европейские чиновники и руководители соцсетей договорились еще прошлым летом и установили срок в течение суток с момента появления. Спустя год подвели первые результаты, прогресс есть, но пока недостаточный. Соцсети блокируют чуть больше половины постов и комментариев, и те в течение недели. И это при том, что для контроля за контентом компании набирают дополнительный штат сотрудников. Так, например, Facebook в следующем году возьмет на работу 3000 контролеров. Они будут следить, чтобы пользователи не публиковали видео со сценами насилия, фейковые новости и так далее. Об этом на своей странице объявил основатель сайта Марк Цукерберг. Facebook делает все возможное для того, чтобы на его страницах не появлялись видео со сценами насилия, фейковые новости. Это важно как для акционеров, так и для имиджа компании. Заставить соцсети эффективнее контролировать свой контент пытаются и отдельные страны Евросоюза. Например, в Германии планируют штрафовать компании, которые не будут своевременно удалять разжигающие ненависть материалы. Не удалили? Заплатите штраф. Уже в этом месяце немецкий Бундестаг рассмотрит законопроект, который ужесточит ответственность соцсетей за появление на их страницах подобных материалов. Документ предлагает наказывать компании финансово штраф баснословный 50 миллионов евро. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Тройной теракт в Афганистане. Как минимум 18 человек погибли и 119 получили ранения. Среди них министр здравоохранения Афганистана. Три взрыва прозвучали в Кабуле во время похорона сына заместителя спикера Сената Афганистана Мохаммеда Алама Изаяра. Он погиб в результате вчерашнего столкновения с полицией на демонстрации против бездействия властей. Ответственность за этот теракт пока никто на себя не взял. Ограбление аптеки по-бразильски. Сколько стоит особняк, в котором скончалась Мерлин Монро и где открыли крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию? Об этом не только в нашем обзоре. В Бразилии вооруженный преступник хотел ограбить аптеку, но не тут-то было. У всех четырех покупателей тоже оказалось оружие, и они, недолго думая, открыли огонь по налетчику. Безоружной оказалась только продавщица. Видео с камер наблюдения выложили в сеть. Пользователи наперебой пишут, что преступник зря решился ограбить аптеку в криминальном районе. Особняк, в котором скончалась Мерлин Монро, продали в США за 7 миллионов 250 тысяч долларов. В доме общей площадью 240 квадратных метров есть 4 спальни и 3 ванные комнаты. Он расположен в районе Брэнтвуд, в окрестностях Лос-Анджелеса. Прежний владелец, который приобрел особняк Монро в 2012-м, не проживал в его стенах ни одного дня. Ночь в музее Амстердама под картиной Рембрандта разрешили провести школьному учителю Стефану Касперу. Такая уникальная возможность ему выпала по счастливой случайности. Он оказался 10-миллионным посетителем. Спать в двух метрах от палатна Рембрандта, ночной дозор, да еще от ужинов перед этим изысканными блюдами, просто волшебно. Поделился впечатлениями учителей, признался, что сделал пару селфи на память. В США выставят на аукцион редкие экспонаты Диснейленда. Всего с молотка продадут около тысячи предметов. Некоторые раритеты принадлежали самому Уолту Диснею. Среди самых дорогих лотов нарисована от руки карта Диснейленда 1953 года. За нее планируют выручить 900 тысяч долларов. Кроме того, на торги выставят сценарий Золушки и коллекцию иллюстраций к Пиноккио. Аукцион в Лос-Анджелесе запланирован на 25 июня. На Аляске в городе Анкоринш медведь притопал на поле для гольфа в самый разгар игры. На видео, снятом очевидцами, видно, как косолапый подбежал к флажку, установленному над лункой. Встав на задние лапы, медведь потрогал его, а потом спокойно порылся в сумках игроков. Не найдя ничего интересного ни в игре, ни в сумках, зверь убежал во свояси. В Китае построили самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию. Комплекс мощностью 40 мегаватт расположен вблизи города Хуаньнань, на водоеме в районе затопленного угольного карьера. Вода в искусственном озере непригодна для использования. А вот для солнечной электростанции она очень даже кстати. Благодаря охлаждающему эффекту воды плавучая платформа работает более эффективно. В гости к британской королеве Елизавета II на этой неделе провела традиционное чаепитие с подданными в саду Букингенского дворца. Все подробности этого светского раута у нашего корреспондента в Лондоне Оксана Кундеренко. Ежегодно в это время Елизавета II открывает двери Букингенского дворца для тысяч гостей и приглашает их к себе на чай. По традиции в старичной резиденции проходят три садовые вечеринки в году. Вход не по билетам. Приглашают самых достойных в королевстве. Очереди выстраиваются у дворца с самого утра. А в это время на заднем дворе в саду последние приготовления. Газон пострижен в двух направлениях. Высота травы строго 21 миллиметр. Дорожки подметены, клумбы в идеальном состоянии. Главная подготовка для садовой вечеринки это конечно сам сад. Обычно розы в нем расцветают позже, в июне. Но в этом году мы изменили систему подрезки и они расцвели как раз вовремя. Десять тысяч гостей наслаждаются цветами и парком на заднем дворе Букингенского дворца примерно час. Затем ровно в четыре пополудни прибывает Ее Величество. Елизавете II с супругом предстоит общаться с незнакомыми людьми. Ассистенты представляют ее тем, у кого особые заслуги перед государством. На каждую светскую беседу всего пару минут. О, правда, как мило! Еще одно садовое чаепитие этого лета состоится в Шотландии, а остальным желающим попасть в гости к королеве придется ждать целый год. Оксана Кундеренко и Валентин Берич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам субботнего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова